МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество бездомных в США выросло в 2023 году на 9% по сравнению с 2022 годом. Оставшиеся активы обанкротившейся компании Virgin Orbit купит Firefly Aerospace. Руководство SVB Securities во главе с основателем и главным исполнительным директором Джеффом Леринком выкупит компанию за 55 миллионов долларов и переименует ее в Lering Partners. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта на фондовом рынке позволил богатейшим людям планеты значительно увеличить свое состояние. В ходе недавних торгов Golden в Нью-Джерси два редких экземпляра комиксов о приключениях Супермена, один из которых посвящен дебютному появлению героя, были проданы более чем за 3 миллиона долларов. Береговая охрана США отчиталась о задержании в международных водах Атлантического и Карибского моря 12 подозреваемых в контрабанде и конфискации около 6,5 тонн кокаина. В результате стрельбы на подростковой вечеринке, происшедшей в городе Сент-Луисе, штат Миссури, один человек был убит, 10 получили ранения. Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана привел в шок Кая Берда, биографа-создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Звезда фильмов «Большой Лебовский» и король Ральф Джон Гудман похудел почти на 90 килограмм. Килограмм 90. Старшая дочь рэпера Эминема Алайна Меттерс вышла замуж за своего давнего бойфренда Метта Меллера. И частный глубоководный аппарат, доставлявший группу туристов к затонувшему Титанику, пропал с радаров в Атлантическом океане. Там, в общем-то, 250 тысяч долларов стоит спуск в этом аппарате. Он пропал, там, говорят, было несколько достаточно известных и богатых людей. До сих пор не найден этот аппарат. Бывший гендиректор Google Эрих Шмидт приобрел на аукционе супер-яхту «Алфа-Неро». Там и, господа, эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Государственный секретарь Энтони Блинкин, прибывший с визитом в Китай, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый с 2018 года визит американского политика подобного ранга в Китай. Выступая по окончании своего визита в Пекин, госсекретарь заявил, что все его дискуссии с официальными лицами в Китае были конструктивными. Ну, понятно, здесь такая дипломатическая лексика, а насколько это так, пока судить трудно. Блинкин заявил, что приехал в Китай, чтобы укрепить связи и прояснить, в чем стороны согласны друг с другом, а в чем есть разногласия. По его словам, этого удалось добиться. Блинкин заявил о необходимости стабилизировать отношения между Соединенными Штатами и Китаем. И, по его словам, в ходе визита состоялся активный разговор о глобальных проблемах, включая, как он сказал, агрессивную войну России против Украины. Блинкин отметил, что соперничество с Китаем не должно переходить в конфликт. Эту фразу он использовал и раньше. Также он заявил, что будет приветствовать инициативы Китая по урегулированию украинского конфликта, при условии, что они будут основываться на закрепленных в Уставе ООН принципах. «Мы были готовы приветствовать китайскую инициативу, которая была бы справедливой и основывалась бы на принципах Устава ООН», сказал Блинкин. Также он предложил продлить на длительный срок черноморскую зерновую инициативу. Отвечая на вопрос об обязательствах Китая не поставлять России летальное оружие для войны с Украиной, Блинкин сказал, что об этих обязательствах Китай неоднократно заявлял в последние недели, не только Вашингтону, но и другим странам. «Это важное обстоятельство, важная политика, и мы не увидели ничего, что противоречило бы этому», сказал Блинкин. Однако глава американской дипломатии добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены частными компаниями в Китае, которые могут оказывать помощь в некоторых случаях, явно направленную на укрепление военного потенциала России в Украине. В отношении Тайваня Блинкин подтвердил политику одного Китая, которой США придерживаются долгие годы. Это означает, что существует только одно китайское правительство, но при этом две политические системы мирно уживаются между собой. «Эта политика не изменилась», сказал Блинкин. «Мы не поддерживаем независимость Тайваня», добавил он, пояснив, что Соединенные Штаты не хотят изменения статус-кво. По словам госсекретаря, он выразил все озабоченность Соединенных Штатов по поводу провокационных действий Китая в Тайваньском проливе. По его словам, потенциальная напряженность вокруг Тайваня может привести к экономическому кризису, который может затронуть весь мир. Но что касается экономических отношений, Блинкин заявил, что стремился разубедить Пекин в том, что США пытаются сдержать экономическое развитие Китая. «Факты просто опровергают это утверждение», – так сказал госсекретарь, ссылаясь на рост торговли. «Китайский экономический успех также выгоден Соединенным Штатам, но некоторые конкретные технологии должны быть защищены для обеспечения нашей национальной безопасности», – сказал Блинкин. В целом, ожидания от визита госсекретаря в Китае были невысокими. Отношения Вашингтона и Пекина в последние годы нельзя назвать хорошими или даже нейтральными. Сам Блинкин сказал, что перед его визитом было ясно, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами находятся в состоянии турбулентности, и обе стороны признали необходимость их стабилизации. Однако с самого начала поездки американская делегация настаивала на том, что простой акт встречи с китайцами на высоком дипломатическом уровне стал значительным достижением после нескольких месяцев ледяных отношений. Личную встречу Си Цзиньпина с Блинкином можно рассматривать как намек на то, что его правительство пытается остановить падение отношений между Китаем и Соединенными Штатами, – отмечает ряд корреспондентов. Согласно протоколу, китайский лидер обычно встречается только с главами других государств. Однако недавняя напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, возможно, потребовала символического жеста, чтобы изменить траекторию отношений между странами. Ранее госсекретарь встретился со старшим чиновником по иностранным делам Коммунистической партии Ван И, который обвинил Америку в нынешнем упадке двусторонних отношений, заявив, что администрация Байдена должна, как он сказал, прекратить раздувать китайскую угрозу. Блинкин также встречался, а затем обедал с министром иностранных дел Китая Цзинь Ганом в течение почти 8 часов, на час дольше, чем было запланировано. Обе стороны согласились, что Цзинь в какой-то момент посетит Соединенные Штаты, что они будут работать над увеличением количества коммерческих авиарейсов между двумя странами. На брифинге для прессы поздно вечером в воскресенье высокопоставленный представитель Госдепа сообщил журналистам, что Вашингтон добился прогресса в достижении своей главной цели – возобновления контактов на высшем уровне и подготовки почвы для будущих переговоров. Сами встречи были, как сказано, очень прямыми и очень откровенными, так сказал чиновник. Не было никаких сюрпризов, даже когда дипломаты двух стран обсуждали свои, как он отметил, глубокие разногласия. Количество бездомных в Соединенных Штатах выросло в 2023 году на 9% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает Wall Street Journal. Согласно предварительным данным, их число увеличилось в первую очередь в крупных городах, таких как Чикаго и Бостон. Эксперты связывают подобный скачок в частности с высокими ценами на жилье и отменой запрета на выселение людей, веденного во время пандемии коронавирусной инфекции. В декабре 2022 года администрация представила план сокращения числа бездомных в стране на 25% к 2025 году. Согласно новой стратегии, Вашингтон решил начать работу с властями штатов и городов, которые будут получать федеральную поддержку для решения проблемы на местах. В 2010-2016 годах доля бездомных в США стабильно сокращалась, однако после 2016 года в стране стало увеличиваться число тех, кто остался без постоянного места жительства. В январе 2022 года единовременно более 582 тысяч жителей США не имели крыши над головой, что на 0,34% превышает показатель 2020 года. Оставшиеся активы обанкротившейся компании Virgin Orbit купит Firefly Aerospace. Об этом сообщает Space News. Согласно изданию, Firefly Aerospace согласилась купить нераспроданные активы Virgin Orbit на общую сумму 3 миллиона 800 тысяч долларов, включающие, в частности, ракетные двигатели и другие компоненты, предназначенные для ракеты воздушного старта Launcher-1. В Firefly Aerospace целью покупки назвали экономию на готовых компонентах. Также рассказали, что планируют использовать не все элементы, потому что часть их впоследствии может быть перепродана. В мае Space News сообщило, что большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit, предлагавшего пусковые услуги ракеты воздушного старта Launcher-1, распродали по частям компаниям Rocket Lab, Strata Launch и West. Заявление о банкротстве в суд штата Delaware Virgin Orbit подала в апреле. Руководство SVB Securities во главе с основателем и главным исполнительным директором Джеффом Леринком выкупит компанию за 55 миллионов долларов и переименует ее в Леринг Partners, пишет Wall Street Journal. Инвесторы также выплатят субординированный долг примерно на 26 миллионов долларов и примут на себя другие финансовые обязательства, связанного с рухнувшим Silicon Valley Bank инвестиционного банковского бизнеса. Сделку поддерживают фонды под управлением B-Post, групп миллиардера Сета Клармана. Об этом сообщает SVB Financial Group, который принадлежал Silicon Valley Bank. Суд может одобрить транзакцию до конца месяца, ну а в рамках сделки SVB Financial получит долевой инструмент, который может вырасти в стоимости при выходе Leering Partners на биржу. Бизнес в области исследований рынка акций Moffett Nathanson в периметр сделки не входит и останется под контролем SVB Financial. SVB Financial в марте с целью реорганизации подала заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, после того, как финрегулятор штата Калифорния закрыл пострадавшие от оттока средств вкладчиков Silicon Valley Bank. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта на фондовом рынке позволил богатейшим людям планеты значительно увеличить свое состояние. С начала года совокупный капитал бизнесменов и списка миллиардеров в Bloomberg вырос более чем на 150 миллиардов долларов, подсчитал бизнес-инсайдер. Чат-бот, чат-GPT вызвал всплеск интереса к искусственному интеллекту, и инвесторы стали скупать акции, которые, по их мнению, могут стать бенефициарами развития новых технологий в сфере искусственного интеллекта. На десятки процентов подорожали акции Microsoft и Oracle, а бумаги Nvidia и Meta Platforms показали трехзначный рост. Котировки акций Meta взлетели с начала года на 134,5%, в результате чего состояние ее основателя Марка Цукерберга выросло на 56 миллиардов 800 миллионов долларов. Выросло на 56 миллиардов, почти на 57. Так свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg. Сейчас Цукерберг занимает десятую строчку в рейтинге с активами на 102 миллиарда долларов. Основатель Oracle Ларри Эллисон впервые обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял шестую строчку в рейтинге Bloomberg. Состояние Эллисона в 2023 году выросло на 46 миллиардов 600 миллионов долларов до 138 миллиардов долларов. За это же время акции Oracle подорожали более чем на 50%. Сам Гейтс стал богаче на 24 миллиарда долларов. Акции Microsoft, которые используют чат GPT в своих продуктах, с начала года подорожали на 42,7%. 17 июня, в пятницу, бумаги выросли на NASDAQ до нового исторического максимума в 351 доллара 47 центов за штуку. Акции NVIDIA с начала года взлетели на 192,13%, а в конце мая компания стала первым в мире чипмейкером с капитализацией более 1 триллиона долларов. Мы в нашей программе об этом говорили. В NVIDIA ожидают, что благодаря развитию искусственного интеллекта выручка во втором квартале достигнет около 11 миллиардов долларов, в то время как на Wall Street ранее прогнозировали 7 миллиардов. Ралли в акциях чипмейкера поспособствовало тому, что состояние основателя NVIDIA Дженсена Хуанга выросло с начала года на 24,5 миллиарда долларов до 38,3 миллиарда долларов. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.